Ну что, Ирина Ивановна, перед большим стартом, Олимпийские игры, чемпионаты мира, или даже чемпионаты Европы, кубок Дерюгиной, который вы каждый год дарите киевлянам, вы испытываете, и все зрители испытывают определенное волнение перед стартом. Испытываете ли вы определенное волнение сейчас, в день рождения? Возможно, это мгновение, возможно, остановиться, подвести какой-то небольшой итог, как вы считаете? Да я об этом вообще не думаю. Для меня, в принципе, после того, как я много лет назад папу похоронила, день рождения, я вообще никогда не праздную свой праздник. В общем-то, исключением являются только круглые даты. Поэтому раз в 10 лет я себе позволяю просто сделать это для людей, с которыми я дружу и работаю, и, как говорится, которые рядом. И реально, у нас сейчас очень много вообще проблем, потому что, во-первых, в художественной гимнастике впервые за всю историю, в ходе Олимпийского цикла, то есть после первого года, поменяли правила соревнований. Поэтому мы сидели все праздники, и сейчас сидим. И поверьте, это очень тяжело. Переделываем программу, переделываем все, пытаемся, в общем-то, посмотреть, кто в этой программе, какие дети смогут лучше работать. Это очень важный момент, потому что каждые правила диктуют какие-то свои нюансы, и к этим нюансам нужно адаптироваться. Вот чем мы сейчас занимаемся. Список детей достаточно обширный, в общем-то. Детей очень много, детей очень. Это хорошая команда у нас. Поэтому в силу того, что еще три года до Олимпиады, как бы мы сделали старт на молодежь, которая за три года должна дойти до правильного кондиции, как говорится. Елена Ванна, ну вот вы в спортивной семье родились. У вас не было другого пути. Иван Константинович, Альбина Николаевна, по большому счету, путь был один, да, в большой спорт. Ну, почему я, например, в свое время я начинала плавание, балет, музыка. Я прошла все, как положено при Советском Союзе, в нормальной семье, для того, чтобы прийти в гимнастику. Хотя с трех лет я мечтала быть тренером. Я свою мечту осуществила, и я ее очень люблю. Свою профессию очень люблю. И поэтому, как говорится, когда я уже поняла, что дальше мне неинтересно идти в балете, потому что я занималась профессиональным балетом в хореографическом училище. И в то время, как говорится, очень многое я познала для того, чтобы стать хорошей гимнасткой. И для меня это был очень важным моментом. В моей жизни это очень сильно помогло. И я считаю, что сегодня, например, интернет с детьми очень сильно их объединяет. То есть нажатием кнопки они попадают в любой мир и думают, что все очень легко и просто. А жизнь, она очень сложная, и ее нужно прожить. Ее прожить нужно, стать мудрым и в этой жизни попытаться, знаете, как говорится, чего-то добиться. Чтобы ты не случайно пришел на эту землю, доказать самому себе. То, что я люблю, я считаю, что художественная гимнастика вообще – это удивительный вид спорта, который порождает в женщине сумасшедшую и верную любовь на всю жизнь. Те, которые это любят, любят это на всю жизнь. И самое главное, что те, которые пытаются себе что-то поискать другое, найти на 4, на 8 лет, иногда 12 лет, они потом все равно попадают в гимнастику, но уже просто поезд ушел. Понимаете? И вот такой уникальный вид спорта. Сейчас это стал очень популярным вид спорта. Я бы очень хотела, чтобы мужи, государственные мужи думали о наших детях, о своих дочерях, которые идут сегодня в художественную гимнастику. И для этих детей бы давали залы, давали бы лучшие условия. Вот поверьте, вот этот зал – это единственный зал, который у нас сегодня есть. Зал, который в Октябрьском дворце, он только сегодня пригоден для молодежи, но там выше высота потолка, чем здесь. Потому что мы здесь просто задавлены, некуда бросать предметы. И мы очень нуждаемся в том, чтобы условия для тренировок были современными. Как это есть в другом, на Западе, к примеру? Ну да. Вы понимаете, просто вид спорта настолько набрал в мире. Сейчас большой бум идет в Японии, большой бум в Америке. То есть художественная гимнастика очень много детей занимается. Потому что очень много людей работало над тем, чтобы развить в этих странах. Потому что это сильные экономические страны. И развитие этого вида спорта сегодня набирает сумасшедшие обороты. Потому что раньше Европа лидировала, а сейчас пошла активность во всем мире очень большая. Я хочу сказать о том, что этот вид спорта во всех странах имеет правительственную поддержку. И поддерживается на уровне государства. И все наши конкуренты, с которыми мы соревнуемся, мы соревнуемся с государственной правительственной поддержкой на уровне президента. То есть или это жена возглавляет президента, или приближенные лица. Ну вот, чтобы вы понимали. И честно, нам чуть-чуть не хватает этой поддержки. Нам не хватает не только нашему виду спорта, нам вообще украинскому спорту не хватает поддержки. Почему-то на Украине спорт сейчас мало стали любить. А, знаете, это очень полезно для наших детей. Меньше будут заниматься наркотой, меньше будут заниматься другими вещами. Меньше будут, извините, сбивать на улицах людей и каких-то происходить событий плохих. Елена Ивановна, но тем не менее, вы должны, ну, наверное, вы счастливы, начиная с цепочка чемпионок. Начиная с Тимошенко, со Скалдиной, заканчивая Резадиновой, в общем-то, после того, как вы стали тренировать. Ну, понимаете, как говорится, мы бы и дальше бы продолжали цепочки, если бы, может быть, мы в адеквате бы могли финансово соревноваться с нашими партнерами. Не партнерами, а приближенными странами. Не хочу даже говорить, какими. Вот, потому что, понимаете, если, например, в других странах это Макдональдс, даже взять близко лежащую страну, одну и вторую, то у нас немножко другой подход. У нас дети разные. У нас разные, они другие. И, несмотря на то, что колбасит сегодня очень сильно художественную гимнастику с правилами, она идет, я считаю, не в ту сторону, не в правильном направлении, она развивается сегодня. И весь мир об этом. Ну, для того, чтобы поменялись правила в середине года, значит, этому была причина. Многие люди в ФИЖе стояли на том, что нужно вернуть к старым правилам или поменять в другую сторону. То есть, нашлись умные люди, я им очень благодарна за это, которые пытались изменить. Три месяца мы ждали правила. И весь мир просто сидел и ждал правила. Так как они пришли под Новый год, под Рождество, 23-го числа, все страны, все Новый год просидели в зале. И мы не исключение этого, понимаете. Нет, ну, некоторые гуляли чуть-чуть, а мы сидели в зале. Поэтому я считаю, что, например, в групповых упражнениях ситуация терпимая. В индивидуально это просто издевательство, то, что сейчас происходит. Очень сильно ударили по исполнению. Ну, я считаю, что это даже... В принципе, это подорвет эмоционально, подорвет вид спорта. Не уверена, что многие выдержат. Думаю, что после упражнения гимнастка еще будет должна. Судьи. Ну, типа так. Ирина, ну, о судьях мы понимаем, но столько, сколько счастливых эмоций вы бы подарили за время ваших выступлений и позднее зрителям. Вы счастливый человек в гимнастике, не так ли? Вы знаете, я просто, как вам сказать, я это люблю. Я получаю от того, что я делаю, у самого наслаждение. И я считаю, что это большое счастье получать наслаждение от той работы, которую я делаю. Поэтому подбираем тех детей, которые могут это почувствовать. И пытаемся сегодня развить. Очень тяжело в наших детях чуть-чуть вытащить эмоциональное правильное состояние. То есть, они выходя из зала, у них все в порядке с эмоциями. А в зале они не понимают, что от них хотят. А сегодня без эмоционального состояния. В общем-то, у нас даже введена сбавка, если даже выражение лица не нравится судье. Он имеет право применить сбавки. И мы над этим очень работаем сейчас. Вот такая ситуация. Счастливые лица должны быть у всех на сайте. Да. В момент, когда вы закончили карьеру гимнастки и стали тренером, тяжело ли был переход от гимнастики? Нет, будем говорить, вообще не было перехода. Вообще не было перехода. И это происходило вот так сразу, резко. Поэтому, поэтому, как бы, я даже хочу сказать, что я еще будучи гимнасткой, я уже помогала и работала в том плане, что делала постановки, делала первые шаги. И, в принципе, ну, как бы, я живу в зале. Это нормально. Вы трудыголик, говорит. Ну, мы все об этом знаем. Сегодня по-другому нельзя. В этой жизни по-другому нельзя. Одни воруют, другие работают. Ну, что сказать. Зато вам... Да, ну что. Зато вам все говорят спасибо, Ирина Ивановна. Спасибо за эмоции, спасибо за гимнастику, спасибо за победы. Важно, чтобы дети это помнили дальше. Потому что мы пытаемся дать путевку в жизнь. И для детей это очень важно. Спасибо. Пожалуйста. Извините, что я... Извините.